На территории Несейского ЦБК идет работа по тушению свалки горящих опилок, пока удалось рекультивировать лишь 6 тысяч кубометров и 165 тысяч. Общая площадь возгорания составляет почти 4 гектара. Ежедневно техника разбирает завалы. Главная сложность, с которой сталкиваются работающие на тушении свалки работники, это открытый огонь, который возникает при растаскивании тлеющих опилок и усиливающиеся вместе с тем задымления. Технология ликвидации пожара такова. Следующие отходы вывозят на находящийся рядом полигон, дают остыть, перемешивают со снегом и укатывают тяжелой техникой. Часть рекультивированных таким образом опилок уже перестала дымить. Полностью справиться с пожаром рассчитывают за 100 дней. Около 30 человек работают на данном объекте. Техники работают на сегодняшний момент порядка 15 единиц по часу в процессе. Увеличения пока смысла не видим, чтобы техника не мешала друг другу. Мы только что говорили, при успешном подключении водопровода и локализации пожара и возгорания на местах мы будем увеличивать количество техники, чтобы уже грузить не горящую массу, а уже остывшую массу и вывозить на площадку для утилизации. Ход работ сегодня проинспектировал руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков. Он заявил, что на реализацию этого проекта администрация города направляет из резервного фонда 20 миллионов рублей. Позже эту сумму будут взыскивать собственника через суд. Также Игорь Титенков отметил, что свалка существует с 2004 года, но претензии к ее содержанию возникли недавно. Росприроднадзор несколько раз выписывал протоколы в адрес Енисейского СБК, но собственник требования проигнорировал. Теперь к делу подключилась природоохранная прокуратура. По факту загрязнения воздуха дымом от горящих отходов возбуждено уголовное дело. Сложившаяся ситуация станет для власти стимулом обратить более пристальное внимание на деятельность предприятий. Осуществление тех мероприятий, которые мы сейчас провели в ходе заседания комиссии по черчайной ситуации, мы же в целом, как бы эта ситуация нам диктует то, что необходимо как можно еще раз более тщательно проверить те заводы, промышленные предприятия, которые сегодня могут быть источниками вот таких безобразий.